Пожалуйста, поздравите себя. Привет, меня зовут Лолита. Я играю в сатарелл-бэнд. Я делаю трэбл-шоу, я играю в норвежский хорн, в шаманик-драме, и в танцовый эротик-шоу, иногда в шок-эротик-шоу. Привет, Метал Фет. Я говорю о Сете. Я хочу сказать о Сете немного. Сете – фронтмен сатарелл. Он начинает в сатарелл, здесь литвокал, здесь композер, пишет все тексты сатарелл, здесь играет гитару. И он создает в сатарелл-бэнд. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анжелика. Я драма сатарелл-бэнд. И также кэрбордист и фэмери-вокал. Привет. Как вы думаете о вашем туре? Сейчас у нас есть очень большой и очень длинный европейский концерт. Мы начали наш тур около двух месяцев назад в эфью-русской городе, Брянск, Ореол и Калуга. И после того, это было в ПОЛАНДЕ, три концерты в ПОЛАНДЕ, Чехской републике, Словакия, Германия, Швейцерланд, и теперь в Брянске. Сегодня, 28 апреля, мы будем играть в Амстердаме. И после этого, мы идем в Ингландию для трех концертов. И один концерт в Скотт-Ланд, в Глазго. После этого, мы идем в Италию, Босния, Герцеговина, Булгария, Румыния, Гриста. Три концерты в Гристе. И еще несколько стран. Извините, я не помню сейчас, около 40 концертов. Эта тур, эта тур, это додикат наш новый CD, названный CD, Блэссед Бриджит. В этом туре, мы имеем 31-32 концерты. И этот концерт, это 11-й концерт в Эрнегем, Бельгия. И этот концерт, это лучший концерт в этой туре. Хорошие люди, хорошие общества, хорошие организации. Да, следующий концерт, мы имеем в Амстердаме. Моя друзья из Амстердама, приезжайте сюда из Сатареал-концерта. Это лучший концерт в этой туре. Спасибо. И это очень долгая тур с Сатареал-бэндом. Иногда это светлый тур, иногда это тяжелый тур. Это очень интересный и очень разный. И новый альбом, Блэссед Бриджит, кельтская гадас, Бригит. Да, этот альбом, наш новый альбом, с названием Блэссед Бриджит, дедикатый кельтская гадас, очень старая гадас, Бриджит. Потому что, для нас, это очень интересный кельтский поганизм. И это очень интересный кельтский гадас. Можете дать вам небольшое видео о гадасе? Как началась эта гадаса? Как вы были вместе? Когда началась группа, когда вы стали играть в группе. Сатареал начался от 1989 года. Сатареал, с названием Аймсед Атмайором, Сейтен Глорио. И из всех членов, они только сказали, что играли в этой группе. И в 1993 году, банды изменили название на Сатареал. И немного изменили стиль музыки. Первое, это был очень быстрый и очень тяжелый, и не знаю, что больше. В нашей истории, мы имеем 8 альбомов, может быть, 3 DVD-фильмы про нас. И я не знаю, что я помню... Сколько у нас клипов? Много. И мы не помним точно, может быть, 7 видеоклипов. Мы всегда боролись с христианством, с религиозным догматизмом, которые пытались уничтожить на протяжении всей истории как искусство, культуру, так и национальность любой страны. Которые просто втаптывали в грязь все, что было до них. Которые пытались, когда мы начали... даже нас таких, когда мы начали небольших просто убить. Мы боролись с нашим правительством, которым мы считаем просто пляшет по дудку церкви и... в переводе. Я не знаю, как бороться по-английски. Я не знаю, как бороться по-английски. Файт. Файт – это драться. Ну, а что ты сделаешь? Так по-английски. Какие трех любимых альбомы в каждом из вас? А ты скажи, что ты сначала хочешь перевести? Что вам хочешь перевести? Может, я перевести? Трех любимых альбомов? Извините, у меня много любимых бандов. И, может быть, много любимых альбомов. Но я не могу сказать точно, какие типы альбомы. Мои любимые банды – «Беатери», «Келтик Фроз», «Самаэль», «Может, «Мортал». И много, много. Я люблю много других музыканов. Я не могу сказать три альбомы, правда. Потому что их много. Ну, я не знаю. Кого слушаете или что? Ну, «Кортон», «Холхаммер», «Веном». Я очень люблю «Беатери», «Мортал» и «Ковин». Но эти банды имеют много хороших альбомов. И я не имею в виду этих бандов. Но мою первую банду, что я люблю, что я люблю, что я слушаю. Это «Сатарил» банд, потому что это очень известная банд в России. Я может быть ребенка, если я слушаю первую информацию о «Сатарил» в ТВ. У меня есть канал, музыканал в России. Это большой музыканал. И они очень известны. И я думаю, «Вау, классные ребята! Я хочу быть с этими ребятами!» Потому что они выглядят с моим сердцем, с моим сердцем, с моими ощущениями. И они приходят в «Сатарил» в ТВ. И если они пишут альбом, то имя «Head Alarm». Я не помню один год. Может быть, Сета или Ангелика. Я помню один год, когда я создавал этот альбом. Может быть. «Head Alarm» — это CD 2000 года. «Head Alarm» — это Артем Беруллин. Привет, ребята! Это Артем Беруллин. Мой первый любимый альбом с «Suicide Silence» — американской металл-бандой. «Зак Линсин» — 20,07 лет. Да, Митч Вакер, вокалист. «Рест в пице, мой друг». Первый альбом мой любимый альбом — «Бехемат» — «Бехемат» — «Бехемат» — «Даньск» — «Полния». «Адам Нергаударский». «В eranNEML» — это «Бехемат Нергаударский». «Яр Kumuj posts» — «Аборта», «бехемат» — это «Бельгия мат청ин-бан» — «Flings fine». Да, здесь, в Беллии. Мы играем в Беллии сегодня, и 21 сентября этого года «Абортит» начинает новый альбом «Terror Vision». Я люблю тебя, «Абортит». Спасибо. И если «Бехемет», «Бе Форбиден» в России, и некоторые группы «Сатэрол», «Бехемет», «Бе Форбиден», «Марли Мэнсон», концерт… «Ганнебал Корпс». Мы делаем демонстрацию до этого «Бехемет», до христианской церкви, до христианской экспансии и тоталитарной экспансии в арте России. И мы боремся за русскую музыку и арт-демократию. Итак, эта интервью была сделана от Ян Виваке, и я скажу «Добро» всем ребятам. Будьте хорошим туром, и кричите, и дайте своё сердце!